Всем хеллоу, с вами Санчоус. И помните, как я практически, да хотя нет, уже больше год назад играл сабмод про Маухтенуохе. И успел поныть про то, что он недоделанный, и там Великая Азиатская Освободительной Войны нет. Так вот есть, ну в смысле появилось. Это вообще удивительно. Сабмод, который был демкой, доделан, а не сдох, как обычно. Нормальный недоделанный мод уже за это время раз пять успел бы отмениться. Европейского или ру-сегмента. А американский мод изначально вышел бы хорошим, но за год в два раза урезался. Вот такие вот национальные особенности модостроения. И как? Ну везде здесь все захватывают китайцы. Чтобы узнать, какая тут предыстория, ну в видяшку посмотрите, там все в одном плейлисте будет. Если коротко, епошки Мао оп***ли во Второй Мировой, но не до конца, и поэтому он мстит. А вот детали на самом деле уже и я забыл. Это что, мне свои же ролики придется пересматривать? Господи, за что? Нет, уж лучше я просто переиграю с самого начала и заново все освою. О, я уже и забыл, сколько здесь гуишек навертели, накрутили. Аааа, они еще и что-то новое добавили. Это уже не панель управления китайским звездолетиком. Скорее всплывающая реклама на п***ушных сайтах с какими-нибудь китайскими травами, от которых твой чпиндырек будет работать даже в 95 лет. И ведь придется в подробности вникать. Аааа, аниме! Уйди и закройся. Вот так лучше. Вы меня добить хотите, да? Вот что значит эти иероглифы? Это закодированная реклама Геншина, пропаганда социалистической партии Китая? Я не знаю. А, ладно, тут всё написано, в принципе, это про религиональное развитие. Что за зверь, что за чудище? Это просто индустриальный фокус, ребята. О, вот этого в прошлой версии, по-моему, тоже не было. Про то, что наши земли, по сути, полигон испытания разных приколюк для липожек и их коллаборантов. Вот сейчас биологичку скинули, до этого юзали химозу где-то в мухосранях. Хозяйственные ребята, эти анимешники, ничего на складах не пылится, всё в дело идёт. Может и отряд 731 до сих пор работает где-то там на сопках Манжурии. Ну ничего, чем хуже почва, тем активнее на ней растут коммунисты. Тут ещё и дышиорга на границе постоянно туда-сюда снуют. А вот в прошлой версии мода коллаборантам было как-то насрать, что тут гигантская коммунистическая клякса на западе появляется. Ну да, такая их суетливость уже кажется более логичной. Травят они нас прям хорошечно так. Вроде бы урона не сильно много, но так как нам и вентики каждую неделю вторую прилетают, нам суммарно тоже нормально прилетает так. Сука, наварили борща из батиных китайских трав и скидывают уже практически ежедневно. Тяк, ну я практически до нужного момента уже дошёл. И тут уже точно появилась новая веточка фокусов, и даже две. Атомка и п***, это ж смешно. У страны, у которой ВВП меньше, чем у Новосибирска. Разве что только ради бабчиков можно пожамкать. Название какое-то у проекта не коммунистически китайское, Аврора. А вот что-то вроде Великий Свет Солнца товарища Мао, Спасителя Объединителя и Освободителя Восточной Азии. Вот это да, вот это бы аутентично звучало. Они чё, всерьёз решили атомную бомбу делать, буквально из говна и палок? Да если так надо, реально легче у епошек скомуниздить. Она у них хотя бы чисто физически есть. Хотя мы и без Grand Theft Ядерка п***ец какие наглые. Прямо под боком у епошек Лигу Освобождения Азии создаём. Тряситесь, сукины дети, мы, коммунисты-бомжи, идём за вами, и нас много, но не очень. Короче, такой вот интернационал, но только для восточных азиатов. Самураям страшно, ну и правильно, бойтесь. Не только же нам одним здесь трястись. Из-за одного пожилого шалуна коммуниста, который не может успокоиться, епошки практически все полимеры просрали. Их подсосы с лиги массово сваливают уже. Но даже оставшиеся п***ов не легчаешь пропишут, надо готовиться. Хо-хо-хо-хо-шимын сдох. А жаль, деток до самого великого азиата Реза чуть-чуть не дожил. Печальней только то, что вместо пулпота опять какой-то Женьмин Джибао. За что его с управления сняли? Чего он такого сделал-то? Да, ну может было пару эксцессов. Но все равно нельзя так базовичков просто без уважения убирать. Ой-ой-ой-ой, какой-то движ намечается. Я бы хотел понять в чем суть, но так как текст заруинен, хрен его знает вообще, что происходит. Ну по минимуму оставшиеся континентальные дурики в Единый Союз объединились. В Токио дали автономность и право большую армейку делать. А вот епошкам что-то похоже не хочется прямо сейчас сильно вписываться. Ссыкуны кропатартические. А-а-а, я это выговорил. Не, ну если только с Китаем воевать, то не страшно, а там и какой-нибудь безумный дед из гор может делов натворить. Мы-то тем более не умом так мясом задавим. Короче, следим за разбитием событий и продолжаем трястись. Ам, ребят, вы что-то путаете? Почему вы День Труда в День Дурака отмечаете? Хотя мне только лучший, Девятый Конгресс чуть пораньше начался. Будет ли Десятый? Вопрос хороший. Начнем с доедания недоеденных терок. Кроме монголов, потому что всем насрать на монголов. Блядь, это что, китайская замена часиков Таборицкого? Шизон за один азосья! Ой, надеюсь, это видео не заблокируется расизм. Хотя, ну, мне же можно. А еще не будем аннексировать вот эту вот карапузину, которая, как я понял, наш авангард в борьбе. Это и вообще тут просто финальное откоммуниздивание терок перед большой войной. Погодите, это реально? Уйгурам еще раз п***у давать? Так мы же так там коммунистам к власти прийти помогали. Ох уж эти уйгуры всегда придумают причину, чтобы их убивать. Иного выбора быть не может. Только прямое управление из Ксиане. Надеюсь, это так звучит. Дальше мы с министерствами поработаем, в том числе и уберем часть дебафов на создание самолетов. Хотя это мне никак не поможет, потому что они все равно еб***шие. Через ПВО пойду. Еще у крестьян голодающих побольше зерна попросим, а они и дадут. Те, кто не давали, давно закончились. И по линии Министерства международных дел еще раз договариваемся с бомжами и планируем, как потом у Америки будем деньги просить. Хотя это можно было бы и сейчас сделать. И по итогу конгресса у нас премьер-министр чуть ли не сдох. Печальненько. И что-то Мао какой-то невеселый. Зато новые фокусные ветки прогрузились. Уже вплотную к финал очке приблизились. Но тут появилась неожиданная проблема. Оказывается, что правители страны деды постепенно умирают один за другим. Так что надо срочно найти государственников, ну хотя бы младше семидесяти. Для начала премьером деньгиста вонючего назначим. Фу, б***ь. Но это временно. Как я понял, перед войнушкой помощнее парень будет. Точнее он секретарь, но п***. Главное ву. В коммунистическом галактика-лете уже можно дивизии за бесплатно готовить к войне. Ну точнее только за манпувер, которого и так много без оружия. Наточенными палками и луками из сухожилий мертвых воробьев будут воевать. А таки вехадно, давайте. Десяточек таких сделаю и уже хорошо будет, даже прекрасно. Кого? Шо? В Токио переворот. Но не Кизяки, а другого какого-то деда, Сабмодовского. И все из-за заговора одного мистического китайца, который на самом деле уже давно умер. Ой, там долго рассказывать. Главное, что это по сути все Японию парализовало. И что это значит? Супервентик это значит. Главное, что это значит. Вот как-то так и живем. Ой, сука, а как же эти китайщики любят ивентами срать-то? Их не так много, как в оригинальном ТНО, но... Бобин, хотя бы сделали так, чтобы они на экран помещались. Успокойтесь, б***ди. А, и товарищ Мао тоже с поста главы государства уходит, в смысле? Я, конечно, понимаю, он еще с двадцатых по горам партизанит, и это не сильно помогает здоровью, но... Блин. Он еще главой партии остается, но, похоже, тоже ненадолго. А фронт возглавит вот эта жаба лысая генеральская. Заранее скажу, нет, это не я, не мой батя и не мой дед. Кстати, в армии тоже присутствует проблема дедов, которые воевали и недовоевались еще. Туда замерков побольше привезем, которые не рассыпаются при ходьбе. Еще чуть-чуть пореформируемся, но там фигня неважнецкая, локально-демократическая. И починется. Хм, семидесятые только начались, а уже хорошие новости приходят. В Пекине, походу, сейчас восстание поднимется. Второй раз уже. Там на одной интересной площади, на которой Релл ничего не происходило, манжурская кавалерия передавила нахуй как протестующих и объявила свою администрацию. И судя по всему местным, с первого раза не дошло. Ничего, ребята, мы вас освободим и тоже расхуйним. Либерахи. Йо, так это по всему Китаю начинается движ. Любители жрать чумных летучих мышей тоже протестуют. Вставаю, хань! Погодите, а чё это начинается? Секундочку, я армию ещё не приготовил! Скорее, чё-то напряжёжа сильно поднялась. Фига, конечно, коллаборантов жмыхает. Действительно мощненько. Надеялся он за защитные очки, крутой сразу. Посмотрим, чё с ним будет, когда епошки вторгнутся. Судя по всему, у этих добрых гномиков надежда только на меня. Ого, а на всех-то ППшки не хватит для помощи. Пекин усиливаем максимально, а остальных как получится. И радикализировать их неплохо бы было. А то они все какие-то демократик-социалист. Не, ни одного маоистика даже. Давайте-ка лучше сюда, ультранатов там каких-нибудь, нацистов. Ну и случайно затесавшегося бурксиса тоже неплохо бы было иметь. Мы же в свою очередь начинаем потихоньку исполнять план войнушки. Великий суд, версия Мэйден Чайна, грядёт. Жалко, что вместе с этим не работает самод на вторую западнорусскую. Было бы совсем весело. Мы настолько довы*****вались со своей лигой революции, что даже если мы не нападём, на нас рано или поздно бимбу сбросят. Всё равно придётся воевать, так что план такой. Идти вперёд и всё х*****ть. С упором на первый удар в шанси и горной пехотой. Потому что это лучший вид войск, который мы можем себе позволить. Да и тем более танчики при таком говно-речно-горном ландшафте и не нужны. Миллионную армию зафоршмачу, если хватит. У коллаборантов танков много, но к этому мы типа подготовлены. У нас горпехов будет гораздо больше. Чё, наверное, мне дивизию должны полетать, но... Ааа, забыли чуть-чуть. Теперь опять ждать. Теперь нефтяного кризиса, насколько я понимаю. А ещё китайские либерахи собираются на конференцию опущенных, куда приглашают и нас. Надо будет у них перехватить руля, а то всё просрут, как обычно. Ага, с армией у меня всё-таки оказались проблемки. Придётся часть дивизии из говно-говна Light Infantry делать. Ах, да всё равно бы бомжом остался. Да, угадал насчёт кризиса. Сука, опять эта туалетная бумага с текстом. Уходящая в вечность. О, блядь. Да, начнём освобождение с вот этой горной фиговины с каким-то неадекватным количеством танков. Хотя они с говёным шаблоном, так что так даже лучше. Там в Китае нефтяной кризис и жопа полная, поэтому им сейчас не до приграничных варлордов. Поэтому можно шанси хватать бесплатно. Пфф, конницами их танки пробиваю. А танчики-то все, получается, по итогу мне уйдут. Класс. Этих съели, шо теперь? Нас будут бить? Наверное, должны, да даже обязаны. Ээээ, ещё это за циферки, как я их включил и как выключить? Уйдите! Типа их по порядку надо поставить, а нахуй в хойке? А в это, кстати, играть веселее, чем в мод. Урезали Геринга, но добавили это от разраба-молодцы. Ммм, за бесплатных 500 танчиков и БТРчики. У меня будет что-то современнее конницы, классно. Да, вот оно, как много красных агрессивненьких буковок. Нёк программа-то поп, и тотальная война. Тотальная война-это весело. И всё остальное уже с гуишкой разбираться будем. Второй суперевент за игру уже, может будет и третий. Давайте без генеральной мобилизации, мне и так непросто. Имейте совесть с более слабым противником воевать? Ну да, звучит достаточно великосудово. Сразу начнём с новой панели управления космолётом. Ой, бля. Есть куча решений военного времени. Показатель интенсивности воздушных атак. О, поэтому у нас будут нормальные. И даже с прикольчиками, судя по этой иконочке. И степень заражения химозой и биологией. Тоже неприятная хрень. А с самого верху просто общее военное истощение. Всё это как раз-таки вот здесь сбоку на кружке можно снижать. И в тех самых решениях. Можно даже проводить стерилизации? Коллаборантов типа, или я не понял. Но это снижает заражение химозой. А ещё можно небольшие бабчики в провинции, в которой мы атакуем навесить. Тут надо подумать, с каких начинать ещё. Хочется с югом разобраться как-нибудь. Чтобы дружественных нам додиков там не совсем уж сильно ебали. Главное помнить, что мы вроде бы как сильнее. Но вроде бы как. Сразу начнём с хороших котелков, и всё будет хорошо. Но я же говорю сильнее. У нас и профессионализм гораздо больше. В деле великого освобождения Азии, главное, это не ссать. Блин. Ну вот почему по мобилизации мне дивизии не дают? Этого не хватает. Даже чем-то напоминает времена старого доброго нет. Шанхайского долбилого. Вот уже и первый котелок немаленький намечается. Нормально идём. Отставить тряску. Работаем, товарищи. Либерахи что, так и продолжат сидеть, попукивать да попёрдывать? Нахрена я их поддерживал? А ну-ка, мясорубочку, умнее всех остальных что ли? У меня нехватка дивизий 70%. Надо гораздо больше, чтобы этот врон прикрывать. Давно не чувствовалось, но тут скажу, чувствуется. О, теперь ещё и вставай, к***он! Кхм, в смысле гуандон. Туда его. А как я тебе с этой гуишкой повзаимодействую? У меня ппшки нет. Вот спасибо. Как же любят они ебутыми интерфейсами насрать. Даже больше, чем и вентиками длиннее, чем экран. Тут ещё по поводу нового восстания фокусная ветка появилась. Но сначала до них надо добраться, а то у нас важнее сейчас задача есть. Непросто, непросто, б***ь. Особенно в горах. Тут остаётся только филигранно на второй скорости играть, а то точно п***ды получу. Вот казалось бы, совокупной армии у нас больше, но из-за того, что коммунисты, они везде коммунисты, из-за наших союзничков, блин, чувствуется это слабенько. Слава богу, китайчики вроде не могут особо дивизий делать из-за своих дебафов, так что остаётся только добить то, что имеется. Пекин наш, а почему? Он чё, мне не национальный? А нах*** мне такой нужен? У меня и так винтовок на гарнизоны не хватает, долбоб***. Дайте пожелюсь-то, мне надо очень. А ведь никто Санчоусу не даст, сука. Эх, печальненько это чуть-чуть. Хорошо, что хоть мы действительно лучшие, это ощущается прям. Поэтому даже имея постоянную проблему с боеприпасами, окружение постоянное происходит. Ну вот останется ли у меня хоть что-нибудь на складах, когда мы их доокружаем? Это даже будет не одна винтовка на троих, а две каски на дивизию, причём обе ржавые. Не в качестве брони, а в качестве оружия, чтобы противника ими забивать. В лучшем случае. А чё мне территория-то не национальна? Радуйтесь, тут освободители приходят. Сраные пекинские либерахи восстали, сдались и даже своих парочку дивизий мне не дали. Буквально не сделав нихрена при этом. А ведь если всё надолго затянется, мои бабчики от нынешнего состояния войны превратятся в дебабчики, а это неприятно. Откуда у меня 404 атака оликоптера на складах? При том, что я не могу их юзать, потому что мои солдаты буквально не знают, что это. А, чё-то там валяется, похоже на чебуречную будку с винтиками. Э-э-э-э, ежрёдингера получаются какие-то, как бы и есть и как бы не заюзаешь. О, китайчонки массово северного фронта ливают. А ну и за еб***чо, тогда терки за бесплатно хватаем. И я не перестану ныть о том, что профки мне не национальны. Почему они мне не национальны? Народ, радуйся, освободители идут. И в армию вступай, второе важнее. Суки, падлы, говно жопа. Тяжёлые времена потихонечку становятся ещё тяжелее. Мне вообще не нравится эта атакующая японская техника, изображённая на фокусе. Я посмотрел, у них армия. Ну, если считать от нижней планки, мы в принципе равны. Надо быть позитивнее по жизни. Чуваки, ну не надо, ну не х***йте. Мне ваших добровольцев уже хватает сполна. Этих тоже на самом деле нормально жмыхаем. Но тут уже так, серединка на половинку. Иногда ты кого-то по***ешь, а иногда кто-то по*** тебя. Мао Цзэдун из речи после воссоединения с Пекином. 1488 год до нашей эры. Хм, как бы вопрос пленных решить. В лагеря вообще всех, либо частично интегрировать в армию. Блин, вот я бы их в армейские обеды интегрировал, чтобы побольше белковой пищи было. Ай, но придётся опытных войска интегрировать. Чуть-чуть, сука, не хватает для повышения профессионализма армии. Ой, да, они засуд нас атаковать, эти смурайчики. Да чё они вообще могут, кроме как на свои бурятые извращенские мультики трогать и с меру влияния просирать? Всё нормально, ничего плохого не будет, будет только хорошо, если они не нападут. А если нападут, ну, мне без вариантов. А мы тем временем уже тихонечко к Нанхину подбираемся. Быстро двигаемся, хорошо, но всё равно чё-то нервишки шалят. Им этого хватит до капитуляции, да, да ведь? Ну, конечно, чпендерёх там плавал, и это с минус 25% на капитуляцию. Ничего, прорвёмся, в смысле к побережью, а там я думаю, они уже быстро отпадут. По кружочкам, по кружочкам, до Шанхая прям. О, депуте, секунды уже перемирия просят. Зачем, дядя, у тебя не Шанхая? Них*** нет, капитулируй, долбоёбина. Чё тебе осталось, ебожек войну позвать? Ну, это может сработать, пожалуйста, не надо. Или атомку сбросить, хотя оно и не надо, он меня химозой жарит, не дай боже. В Синане, вон, скоро эпидемия начнётся, но это, пожалуй, только в плюс пойдёт. Ну всё, братиш, теперь точно пора капать, а то это какой-то неадекват уже. Ну же, родной, ну давай, ну улетай ты нахуй сюда. Во, молодец. Сосать лошары, у которых вообще-то был план создания теневой армии, чтобы самим освободиться от японцев, и сейчас эта теневая армия была уничтожена самими же китайцами, но... забудем. Теперь надо разобраться с ещё одними прояпонскими подсосами, манжурами. Не бойтесь, братья мои, император терпила, тогда зассал и сейчас засыт. Но сначала, наверное, Гуандону стоило бы помочь. Как мы вовремя, кстати, к нему подобрались. А! О! О! Ебанько? Ну ладно, в принципе, можно и так. И нафига я ППшку с помощью этой фигни выводил, чтобы этим долбанам помочь? Мог бы и оружие получить. Как обычно, никому нахрен революция в Азии не нужна, кроме парочки горных китайских коммунистов. Буквально один всю катку вывожу. У меня, кстати, это, задница. Слушай, она сильно растёт, а на захваченных территориях я могу только конфисковать. А-а-а, нет, я идиот. Зато теперь понятно, как территорию национализировать и истощение убрать. Классно. Серьёзно, но отдельную куишечку для нового флага, в принципе, не очень обязательно было делать. Чтобы не было минус социального кредита, выбираем единственный правильный вариант. А по названию выбираем Народная Республика Китай, потому что, хе-хе-хе, ну точно не демократическая. Это и социализм, как обычно, со спецификами будет. А вот народу у нас, да, действительно немало. А столица в Бейпинге будет. Там уже два раза гноморез был, думаю, теперь поспокойнее гранок. Бессмысленная и бесполезная отсылка на Киберпанк также запита палкой до смерти. Вот теперь можно и в последний бой. Ура! В смысле, Гражданская война закончилась, как бы, а? Ну, Новый Народный Китай теперь как бы есть. Суки, они убили Мао, в смысле возраст, чел, всё-таки старичок уже. Этот парень был из тех, кто просто хотел увидеть единый и свободный Китай, даже увидел на секундочку и сразу сдох. Наверное, даже счастливым. Но раз уж государство образовалось, надо его фундамент создавать. Были бы мы демократик, может, и сделали бы демократик консультейшн. Но у нас другой путь. А-а-а, алярм, алярм! Да поможет нам всем Маркс. Ой, сука, у них же здесь эти у**ые порты, ещё по 300 тысяч танков на каждом. Так, сука, готовим больше дивизий. У коллаборантов нормально снаряги на складах было. Миллионная армия будет. Но у них больше! Я не хочу умираться. Ну вот и всё, ну вот и великий суд начался. Полетели. Пехоты, их танки пробиваем, они чё, тоже картонные? Или даже из бамбука, они совсем какие-то хрупкие. Ладно, всё не так уж и хреново получается. Третья японо-китайская война. Давайте она будет и последней. Только никак вообще последней войной перед атомным апокалипсисом. Бедные анимешники просто спокойно со своей сферой влияния, сопроцветания сопроцветали. Никому не мешали. Иногда проводили научные экспериментики без агрессии, но с жертвами. Но пришли эти горцы коммунистические, которым спокойно не жилось, и всё испоганили. Мир несправедлив. Манжуры, походу, будут слабенькие, слабее даже, чем южные коллаборанты. Было бы совсем замечательно, если бы мы только с ними одними и воевали. О, как вовремя тут поднимается вопрос дальнейших японо-китайских взаимоотношений. Чё-то есть подозрение, что у нас уже не получится мирного сосуществования. А, вы беженцев себе хотите получить? Да, ребят? Кхем-кхем. Ой, да шо там говорить? А ведь в Манжурии где-то до сих пор стоит научный парк развлечений имени Сира Иси с научными изысканиями. А нам бы тоже что-нибудь научное изыскать из ваших пленных. Они нам ещё понадобятся для благих дел. Погодите, а чё эпошки-то реально не особо сильные такие? А, их же до сих пор заговор бешеного мёртвого китайца дебафит. Ну тогда всё довольно нормально будет. Наверное. Надеюсь. Ну из портов мы их, в принципе, без осложнений выбили. Да и тем более у нас до сих пор такие... ...бавчики остаются. Интересно, а мне по итогу-то разнесут лицо атомными ракетами или нет? Очень хочется узнать. Хотелось бы разъяснить ситуацию просто. Ой, как же эти паназиатики дивизиями-то навоняли. С другой стороны, надо мыслить позитивно. Чем больше они людей на фронт присылают, тем больше потом будет котёл. О, высадочки пошли. Хорошо, что я хоть что-то на защиту побережья оставил. Бля... Надо будет всё-таки побольше дивизий там поставить. А вот на основной линии фронта всё попозитивнее. Сейчас такой котелочек будет. Хе-хе-хе-хе. Так потихонечку-полигонечку дожмём их, благо деньги и время есть. Армия почему-то у меня вообще копейки стоит. Ну вот, жить становится лучше, жить становится веселее, товарищи. Ещё и манжуры, как и прошлые китайцы, тоже дивизии делать не могут. Да скоро она им и не понадобится, и ничего больше не понадобится. Зря всё-таки самурайчики им не позволили больше самоуправления. Ой, зря. Но всё-таки всё равно непросто. Почему и пошки всю армию своих говнотанков не сделали? Я бы их уже уничтожил. Вот пехотка у этих додиков вполне себе неплоха. А-а-а-а. Идём в прорыв на центральные города и хрен с ним со всем остальным. Надо капать мужичков, а то бесят. Тем более тут такие котелки для японцев будут по итогу. О-о-о, а что это у нас такое интересное на севере Кореи происходит? Кто-то обосрался с партизанами? Судя по всему, да. Ну или это ограничители, чтобы я не вторгся в Корею, а потом бим-бим-бом-бом. Жалко, что товарищ Пол Пот не дожил до этих геройских дней. Да, скорее это реально скорее договорничок такой. Ну тогда дожимаем манжуров и заканчиваем с этим. Чё, за вами что ли до Бирбиджана бегать? Походу таки да. Проблем с этим нет, даже японшки уже своих марионеток не особо прикрывают. Хотя вроде бы ещё должно быть чем. Надеются по крайней мере не просрать Владивосток, но просрут. Опа, вот тут уже можно устроить атомный апокалипсис. Маоизм до конца, до самого конца. Но потом. Условия мира такие. Япония сосёт, Япония сосёт, Япония супер-мега сосёт. Подписываем. И овои! Легчайшее освобождение Азии. Ну ладно, не легчайшее, но не так уж и сложно было. Э, суки, супер-вен, дайте, я заслужил. А чё Тайвань? Как обычно, он не со всеми. Ну да и хрен с ним, в другой раз вернём. Империалисты, сосать! Теперь китайцы управляют этим местом! Ну шо, товарищи, а ну а на этом всё? Нормально на самом деле? Хорошо проработанный мод на уровне. Можете сами попробовать поиграть, если поймёте, как тут всё это управляется. Но хотя бы на удивление всё работает и не лагает. А ну а пока, пока, пока. И давайте третий супер-вен за видео. Я хочу его. Ай-я! Ай-я! Долбит нормально. Долбит нормально. Долбит нормально.